Музыка Здравствуйте! В эфире передача «Культурная среда». И сегодня мы беседуем с вокалистом и представителем молодежной общественности Алексеем Бутенко. Здравствуйте! Здравствуйте! Сколько лет вы занимаетесь вокалом? Расскажите, пожалуйста, про свой музыкальный опыт. Вокалом я занимаюсь примерно с 7 лет. Вот уже как где-то больше, получается, 15 лет это точно. Начинал я заниматься в детской школе искусств. Потом на базе школы был ансамбль. Там мы выступали тоже на всяких фестивалях. Также на данный момент являюсь артистом магаданского хора колледжа искусств. Расскажите, пожалуйста, о своем музыкальном опыте в школьное время. Вы говорите, что стояли в определенном ансамбле. Можно пару слов об этом ансамбле? Ансамбль назывался «Забава». В нем принимали участие ученики данной школы. Руководитель была Шричкина Светлана Геннадьевна. Это был народный коллектив. Мы учили всякие народные песни и представляли их на разных фестивалях областных, городских. Было очень интересно. Ну и как-то мы быстро все эти песни изучали. Просто нам включали песню, дружно все вместе пели и быстро запоминали. Тоже хороший жизненный момент такой. Было интересно. В каких вокальных конкурсах вы участвовали? Я знаю, что вы даже ездили на музыкальное шоу на телеканале «Звезда». Пару слов об этом, пожалуйста. Да, за всю вокальную деятельность я являюсь призером, участником, победителем городских, областных, всероссийских международных фестивалей, конкурсов. Также являюсь участником телепроектов. Один из них был на телеканале «Звезда». Называется телепроект «Новая звезда», где из всех регионов нашей страны летит туда один представитель и представляет свой регион. Было очень интересно сама эта атмосфера, зал, звук совершенно другой, когда исполняешь какое-либо произведение. И вот этот момент, когда заходишь туда на сцену, все это происходит, ты спел, вышел. То есть этот момент, он забывается вообще. Ты выходишь, когда уже в павильон, ты не помнишь, что было на сцене. То есть для тебя это так, ну, туманно все. Ну, это очень интересно. Ребята все из других регионов были очень интересные. Всегда была поддержка. То есть все друг друга поддерживали прям. Вот. Насчет мнения жюри. Ну, каждый люди по-разному, да, оценивают. Ну, во всяком случае, было все хорошо. Вот. Конечно, были нюансы, кому-то было мало то, что я двигаюсь, кому-то было это много. То, что, не знаю, надо было там прыгать очень сильно, кому-то надо было стоять просто на месте. Вот. Было очень интересно, познавательно. После участия в данном телепроекте мне уже было проще участвовать на местных уровнях. Как-то все очень просто было. Какой музыкальный конкурс вам понравился больше всего, возможно, или был сложнее всего, интереснее всего? Что бы вы могли отметить из того опыта, что у вас за плечами? Если сравнивать конкурсы в Магаданской области с другими регионами, то, ну, насколько даже многим людям известно, то, что культура именно в Магаданской области была очень высокой. Даже ее оценивали за рубежом, как высококлассный уровень. Вот. Именно поэтому тут жюри, который сидит, оно оценивает, так скажем, можно сказать, жестко, справедливо. Вот. Именно поэтому тут как-то это все труднее, чем в других регионах. Самый такой вот на местном уровне это, конечно, был Звездопад. Такой городской конкурс. Он считается самым такой, можно сказать, элитой, вот, где очень трудно победить, но мы это сделали. Вот. Я очень рад, что все получилось. Вот. Если международных каких-либо конкурсов так отметить нельзя, вот, ну, телепроект, телепроект, а так, ну, турне по Европе мы выступали. Ну, это, вот это классно, конечно. По всяким странам ездить, это интересно очень. Скажите подробнее о туре по Европе. Вообще, как европейская культура, например, отличается от российской культуры? То есть, есть ли какие-то нюансы, которые стоит отметить? Очень радостно к этому всему относятся, прям все там хлопают, улыбаются, очень энергично все. Вот этим, в принципе, все запечатлено. Планируете ли вы дальше развиваться на музыкальном поприще? Пару слов буквально о планах. Поступают достаточно много предложений. Также было предложение в Милан, в Москву до сих пор поступают предложения. И просто до пенсии я точно не буду этим заниматься. Вот, в основном как хобби. То есть, позвали, выступлю. Это, как сказать, разгрузка напряжения идет для человека. Потому что, когда работаешь в какой-то сфере, все как-то напряженно. А вот это хобби, музыка, то, что у меня, оно как-то это напряжение все снимает и становится легко. Есть ли какие-то проекты, которые вы хотели бы реализовать в нашем городе, как представитель молодежи? Много проектов, конечно, хотелось бы реализовать в плане таких организаций, как детские дома, детские сады, дом пенсионеров. На мой взгляд, они нуждаются в каких-то жизненных изменениях, потому что, находясь в одном месте, жизнь становится меньше интереснее. На самом деле. А вот в плане творчества хотелось бы приезжать куда-то, там, группой артистов, устраивать какие-то концерты. И, на мой взгляд, я думаю, то, что даже любые граждане любого возраста, которые проживают там, они были бы очень рады этому. И у них уже были бы другие впечатления на жизнь, уже, может, какие-то там задумки, какие-то идеи, которые они захотят воплотить, и у них это все получится. Потому что, насколько мне известно, в планы региона, которых нужно реализовать, как раз-таки входит поддержка таких людей. И я думаю, то, что у них все получится. По вашему мнению, почему молодежь все чаще уезжает из Магадана? Что, на ваш взгляд, нужно сделать, чтобы замотивировать молодых людей остаться в областном центре Коломы? Не хватает профессий, на которых можно отучиться. Многие граждане, которые тут проживают, даже я вот знаю, достаточно много людей, которые улетают по той причине, потому что тут нет специальности, на которые нужно обучаться, и которая бы им понравилась, подошла. Ну, мы очень рады, что некоторые люди тоже улетают, обучаются, прилетают сюда, в Магадан, в Магаданскую область, и тут уже работают по данной специальности, так скажем, во благо нашей области. Это очень хорошо. Ну, на мой взгляд, это все то, что надо было бы сделать. Цены также на продукты, на какие-то там лекарства и тому подобие. Одно из таких главных сейчас для всех жителей. И если бы цены чуть-чуть отпустить, было бы все прекрасно. Уже как-то было бы по-другому. Алексей, спасибо за беседу. Напоминаю, это была программа «Культурная среда». И беседовали мы с Алексеем Бутенко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова